Привет-привет, друзья! С вами МВД-21 и в этом видео мы поговорим про такую интересную тему, которую я давно как бы вынашивал в себе и вроде бы наконец выносил. Собственно, о чем речь? Ну, начну издалека. Какие у нас у игроков World of Tanks обычно цели бывают в бою? Ну, цели бывают разные. Я даже не удивлюсь, что вот 15 человек в этой команде и у каждого из них может быть своя цель на бой. И не у каждого из них цель победить. Вы бы видели, как некоторые игры играют. У них цель просто, возможно, ее просто нет. Например, какая-нибудь цель пыщ-пыщ-ололо. Годится как цель? Да. Легко ли это делать? Да. Прокачал танк, едешь вперед, стреляешь, не пробиваешь, погибаешь. Вроде весело позвенел, порубился. Ну, было. Дым был, огонь был. Был. Все круто. У некоторых цель замаскировать свое неумение играть и они играют на артиллерии, пытаясь доказать сами себе, что они эффективны, что от них что-то зависит на поле боя и они нужны и, ну, типа такой вот самообман. У некоторых цели вообще не из этой области. Некоторые выполняют ЛБЗ, например, и у них цель светить. Вот городская карта, вот он думает, где бы тут светить или гусли сбивать. У некоторых цель поджигать кого-нибудь, ну и так далее. То есть, самое главное, это вот в чем. Какая цель у вас? Вот, как по мне, я вот такой человек, что обычно, если за что берусь, то стараюсь от этого брать максимум. Если пришел в ресторан, то беру максимум, все съедаю, за собой доедаю. Особенно, когда сам все оплатил. Все до конца. То есть, до последней капли обычно использую возможность. Ну, образно говоря. В этой игре, как мне кажется, отличным мерилом служат всякие рейтинги, которые показывают, насколько игрок использует свой танк и вверенное ему время управления этим танком на максимум. Чем выше всякие разные рейтинги, а вы знаете, что и всякие там разные бывают. Рейтинги эффективности, всякие ВН-8 и пофиг, не важно какие. Я же даже не сильно разбираюсь, в конце концов, что они каждый из них значат и чем отличаются. Ну, суть всех одна. Чем выше рейтинг, тем больше ЧСВ, естественно, тем больше ожиданий от самого себя. Ну и тем больше гордишься за свою статку несчастную. Показываешь ее всем и ожидаешь, что получишь какое-то некое уважение на поле боя, ну и вообще. Что является основным мерилом статки? Всякие там захваты, сбития, все это фигня, как мне кажется. Самое главное мерило, это нанесение урона. Процент побед ВН-8 это как бы второй вагон. Если с нанесением урона все будет в порядке, то и ВН-8 прицепится, приедет высокий вместе с этим. Здесь нет ничего такого сверхъестественного. Но, вот почему именно нанесение урона, потому что именно в этих цифрах, сколько ты урона к концу боя нанес, кроется все. Все знания, полученные от того, от просмотра видео, от практики и так далее. Во-первых, огромнейший пласт знаний в нашей игре, куда пробивать. Это колоссальное количество информации. Я даже не знаю, насколько сильно это много, от этого практически все зависит. Вот если ты знаешь, как выстрелить, чтобы нанести урон, это все, что нужно. Другая тема, это где самому быть, как отбивать при этом урон, как уворачиваться при этом от коричневых. Все подряд, огромное количество знаний, выражающееся, которое лишь в нанесе в циферках. То есть, чем больше ты урона в бою наносишь и делаешь это систематически, тем означает, ты в эту игру играешь лучше. Ну, вот как по мне, так. Я могу ошибаться, вы можете там свои какие-то правила придумывать, не суть. Самое главное, вот то, что думаю я так. Я даже еще дальше вдумывался в эту тему. Например, победа с нулем урона для меня гораздо хуже, чем поражение с большим количеством урона. Почему? Потому что, когда победа ковалась, а ты в ней не принимал активного участия и ее не форсил, это значит, ты плохо сыграл, тут другого быть не может. Ты просто не оказался там, где нужно. Вот, например, ситуация в бою. Очевидно, сейчас на малом каде будет жарко и нас тут растопчут. Я принимаю решение поехать там, где сейчас куется победа, там, где есть преимущество, там, где наших больше, там, где большая массовка и не так много врагов. Разобраться с зеленкой, это значит, во-первых, нанести много урона и приблизить победу, а потом эти городские и медленные танки никуда не денутся. Ну, если я сейчас там останусь, то будет плохо. Возвращаясь к теме, иными словами, победа с никакими количествами личных достижений, это победа, которая называется «Я проехал на спине у команды». Этим довольствуются обычные игроки с каким-нибудь там 47% винрейтом, и для них это норма. Игроки же с большим процентом винрайта, с большим количеством выигранных боев, относительно сыгранных, они всегда оказываются там, где нужно. И за этим постоянно нужно следить. Дальше. Третья ступень погружения. Не только домашка важнее победы. Что еще глубже за этим есть? Во-первых, когда вот в данный момент мы смотрим бой, который был сыгран на протяжении такой довольно большой серии, ну как тоже большой. Короче, цель была 3 звезды на ствол повесить. Чтобы это произошло, необходимо попасть в топ 5% игроков, которые за 100 боев больше всего урона нанесли. Для этого необходимо наносить урон. При этом важно, чтобы, ну как мы понимаем с вами, чем больше ты урона в бою нанесешь, для этого тебе нужно дольше прожить. То есть, чем дольше длится бой, чем дольше ты в нем жив, и чем больше ты стреляешь, тем больше урона. Логично до одури. Но, тем не менее, не все так просто. Каждый раз, когда вы наносите урон в противника, вот для некоторых примерно как выглядит игра. Посмотрел на миникарту, так, куда мне поехать? Ага, вот сюда, вот здесь я должен быть. И стоишь, пуляешь на миникарту, не смотришь, весь в процессе. Но это ошибка. Следующий этап нанесения урона, это каждый раз просматривая наперед, куда тебе нужно поехать, чтобы продолжать жить, продолжать нанесить урон и продолжать не получать в ответ. И каждый раз нужно об этом думать наперед. Вот очень часто я замечаю за игроками следующее. Они ввязываются в какой-то небольшой конфликтик, состоящий из противников и союзников, в нем месяца, и когда дальше ситуация заканчивается, они думают, так, смотрят опять на миникарту, куда мне сейчас ехать? И тратят колоссальное количество времени. Потому что, по моим умозаключениям, львиная, ну не может быть не львиная, но серьезная доля нанесенного урона выковывается как раз в момент добивания противников. Добивание, вот, например, сейчас уже началось, хотя счет далеко не в нашу пользу. Вот сверху нанесенный урон по союзникам и противникам не в нашу пользу, но момент добивания упускать нельзя. Необходимо было вернуться на базу, чтобы встречать вот здесь всяких там Т-62А задевавшихся. Дальше ехать на Е-75. И каждый раз, особенно я это замечаю, когда смотрю какие-нибудь стримы совсем хороших игроков, я себя к таким не причисляю, я лишь пытаюсь размышлять на этот счет. И что они делают? Каждый раз они, как в той самой поговорке, одну ягоду беру, на другую смотрю, третью перемещаю, четвертая мерещится. Каждый раз бьешь одного противника, и тут же нужно размечать, куда ты поедешь дальше за следующим. Например, остался какой-нибудь враг, у которого очень мало ХП, а вокруг него много наших союзников. Что произойдет? Они его добьют. Естественно, конечно, риск в этом какой-то есть для победы, да вообще речь не об этом, и пофиг на эту победу. Самое главное, что есть риск упустить урон от других, ну не урон, а нанесение урона по другим целям противника. Всегда в такие моменты я просто все это бросаю и уже двигаюсь в то место, где ждет меня следующая партия. Следующее вкусное количество. Вот, например, стоит Е-100. Он стоит за углом, а выясняется, что накатится АФКшный. Не работает, не играет. Я вижу, что я к Панцер Е-100 меня захотел. Тысяча урона, который он меня сейчас вставит, мне, возможно, будет плохо после этого, не поздоровится. Я решаю срочно все бросить его потом. Он никакой роли сейчас не сыграет. Есть более важная, вкусная цель. Это АФКшный Е-100. И его разминаю во все катки, во все дыхательные и пихательные. Это, как по мне, кажется естественным. Я думаю, боже, какой подарок. Спасибо тебе, судьба, за этого АФКшера. Тут неожиданно он оживает. И к этому моменту я оказался совсем не готов. То есть, все вроде бы было распланировано, но оказалось, произошла такая ситуация, в которой я не был готов. И здесь ничего хорошего сейчас не произойдет. Все, что я могу сделать, это еще раз ему выстрелить в НЛД и, собственно, пытаться отбить его кумулятив. Все, что я могу сделать, я сделал. Увы, на этом бой закончился. То есть, подытоживая все, что я вам уже рассказал и к чему все было сказано выше и вообще данный бой. Высокие персональные достижения и всякие там рейтинги, естественно, напрямую зависят от наносимого урона вами. И здесь не хватает лишь только базовых знаний, куда стрелять и чем стрелять. Это уже даже не обсуждаю, вопрос это использование голды сюда же. Эта тема решает каждый сам. Голда, очевидно, увеличивает шансы на нанесение высокого урона и стабильно. Очевидно. Здесь, ну, это законно, всем доступно и сколько можно уже об этом говорить. И также, недостаточно лишь просто знаний позиций. Это, знаете, менталитет рыбака. Я вчера здесь удочку закидывал, много выловил, значит и завтра много наловлю. А завтра можешь не наловить много. Об этом как раз и речь в этом видео. Что стабильно высокие цифры нанесенного урона рождаются лишь тогда, когда умеешь динамически приспосабливаться к каждым точкам. Сегодня ты в этом месте наловил, завтра в другом. Самое главное, они у тебя сформируют потом картину, где эти места бывают и когда переезжать с каждого места и в какое время. И данный бой тому пример. Заварушка в центре карты могла оказаться фатальной. Как это было, в общем-то, для нашего объекта 268. Сильно ли я расстроился из этого? Нет, не сильно. Мне вот до него лично по бороде. Я выполнял здесь свою задачу, свою цель. Наносил максимальное количество урона. Если союзники доедают противника, уже доедят. Бросай его лучше сразу. Зачем тебе там эти 100 хп и какой-нибудь фраг ржавый? Едь лучше за вкусными и целыми. И там ты найдешь самые большие цифры нанесенного урона, что называется, в постоянно и в большом количестве на протяжении большого количества боев и времени. И тогда уже появятся и рейтинги, и статистики. Такой вот небольшой секрет на сегодня. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.